Здравствуйте дорогие друзья! Facebook с целью создания умных очков сколлаборировалась с брендом Ray-Ban, производитель солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики. Компания создана американцами, но нынче выкуплена итальянцами. Бренд начал производить очки в 1937 году по заказу пилотов. Оправа из проволочной стали и зеленые каплевидные стекла антиблик стали основой запатентованных очков авиатор. Продуктом деятельности коллаборации стали очки Ray-Ban Stories первого поколения. И тут важно понимать, что это очки не дополненные и не виртуальной реальности, это просто умные очки с камерами и некоторыми дополнительными функциями о которых я расскажу в этом видеоролике. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Умная часть модели Stories позволяет снимать фото и видео благодаря двум встроенным камерам на 5 мегапикселей. Для фотографии используется разрешение свойственное для видеокамер наружного либо внутреннего видеонаблюдения, а квадратное видео снимается с частотой 30 кадров в секунду. Звук для видео записывается через три встроенных микрофона со всех сторон. Для того чтобы активировать камеру необходимо нажать на кнопку на верхнем торце правой дужки. Одиночный таб запускает запись видео, а удержание кнопки делает снимок. Также можно обратиться к голосовому ассистенту фейсбук, сказав Hey Facebook, take a photo, либо take a video и начнется соответствующий процесс. Правда на старте заявлен только английский язык. Для того чтобы люди понимали что вы снимаете рядом с камерами расположен LED индикатор который загорается во время записи. Скола на капоте и крыльях черных тачек батя всегда учил замазывать женским лаком для ногтей. Хмм. Для полного отключения всех умных функций с внутренней стороны дужки расположился физический переключатель питания. По мнению Цукерберга их устройство направлено на децентрализацию роли смартфона как основного устройства для управления всего и вся ну и соответственно запечатление различных моментов. И действительно по роли смарт часов могу сказать что они способствуют тому что вы реже обращаетесь к смартфону. Еще можно слушать музыку, подкасты и совершать звонки при помощи встроенных динамиков, а также активному сопряжению со смартфоном. Туэстечки выступают в роли беспроводной гарнитуры. Два динамика с четырьмя отверстиями расположены в тросах по краям дужки. На правой дужке есть сенсорный тачпад для регулировки звука или переключения треков. Встроенный накопитель может сохранять до 30 видео или 500 фотографий с последующей передачей материала на приложение для смартфонов. Для синхронизации со смартфоном используют двух диапазон Wi-Fi на 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5-го поколения. Для того чтобы все запустилось смартфон должен быть на прошивке iOS 13 либо Android 8.1 не ниже. Приложение имеет инструменты для обрезки и улучшения картинки с быстрым шерингом Facebook, Instagram, WhatsApp или можно сохранить все в галерею. Бренд выпустит более 20 вариаций очков в сторис отличающихся формой, цветом и стеклами. Сейчас доступно три с шестью расцветками. Стекла можно заказать как солнцезащитное, так и прозрачное. Коллаборацию с Ray-Ban считаю оправданной, потому что мы получили аксессуар в привычном виде, а не техногаджет для гиков, который будет отпугивать окружающих вас людей. В комплекте помимо очков и тряпочки для протирки идет защитный кейс с USB-C интерфейсом и кабелем. Время автономной работы должно составлять до 6 часов непосредственного использования. Футляр сможет зарядить очки до трех раз, а в целом аксессуар заряжается за 1 час. Стоимость устройства от 300 до 380 долларов в бунша. С 9 сентября очки можно купить в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии. Список стран будет расширяться. Интересным моментом стало то, что концептуально очки позволяют, не отрываясь от мероприятия, создавать контент. Я, например, когда хожу в театр, либо смотрю какие-то концерты, никогда не достаю смартфон и ничего не снимаю. Ну потому что теряется вот эта атмосфера, а здесь можно без отрыва от фото и видео производства наслаждаться тем местом, где вы находитесь. Цукерберг заявил, что такой продукт может стать стартовой площадкой для очков дополненной реальности в будущем. И да, аккаунт фейсбук обязателен для использования умной составляющей очков. И конечно же фейсбук заверяет, что не будет собирать никакие данные и использовать их в целях рекламы. Конечно. В целом фейсбук не изобрела ничего нового. К примеру, те же окли тамп 2 со встроенным mp3 плеером и накопителем в 1 гигабайт были представлены аж в 2005 году. А очки пайват хэд умели делать фото и записывать видео в 2013 году. Другое дело, что Ray-Ban и современное железо позволили создать компактный стильный аксессуар. И шпионским его язык назвать не повернется, все-таки камеры видно, тем более LED индикатор до того момента как вы его замажете, но с таможней могут возникнуть проблемы. Будьте осторожны если решите заказать такое устройство из-за рубежа. Могут привлечь к ответственности. Мне было бы интересно посмотреть на очки дополненной реальности в таком стильном и компактном аксессуаре. Вот это было бы прям вообще круто. А вообще, что касается творения Ray-Ban и Facebook, то оно скорее всего максимум будет популярным среди Instagram и TikTok блогеров. Для обычных пользователей ну слишком дороговато да и просто можно достать смартфон. Что вы думаете по этому поводу обязательно пишите в комментариях к этому видео, будет интересно почитать. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, если подпишетесь на канал. Пока-пока.